Это 5 одиноких девушек. Они ищут любовь. Сейчас девушки увидят 30 свободных мужчин. Мы будем доставлять их по одному на нашем конвейере любви. У каждого юноши есть только 60 секунд, чтобы очаровать девушек. И сделать это можно любым доступным способом. Затем девушки решат, интересно им продолжить знакомство или нет. Если молодого человека выбрала одна девушка, он занимает почетное место на пьедестале. Если же парень пришелся по душе сразу нескольким девушкам, они меняются ролями. Теперь выбор за ним. У меня, как я понял, есть выбор. Пока конвейер движется, девушка может в любой момент передумать и поменять мужчину. Как только конвейер любви остановился, мы отправимся вместе с нашими героями на свидание и узнаем, кто же нашел свою любовь, а кто вернется на конвейер любви. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пять девушек Красивых Красивые девушки, мы не постесняемся этого слова. И тем более таким образом, да, какой мы используем в нашем коллективе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Успешных Я звезда, я не могу сказать, что там, я супер-мадонна, вот, но у каждого вот свое в голове какие-то свои мысли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Востребованных Немногие молодые люди готовы терпеть гастрольную жизнь певицы, съемки, разъезды. Останется в будущем Но одиноких Сейчас так тяжело найти нормального, достойного мужчину. Последние отношения, они, на самом деле, к сожалению, не оставили после себя ничего особого хорошего. Вот, я ушла от своего молодого человека, я не доверяю очень часто молодым людям, и заранее боюсь строить какие-либо отношения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олигархи, ну, тоже осточертили, подарки, все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я какое-то время вот потерпела это, и в итоге сказала, извини, дорогой, но я не могу так больше. Пришли на конвейер любви, чтобы найти свое счастье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я очень надеюсь найти свою любовь и свое счастье на конвейере любви. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, мне здесь помогут. Королева русского народного R&B Бьянка. Бьянка! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне на этой передаче хотелось бы найти того, кто смог бы всегда мне угождать, всегда любить меня, всегда быть, не знаю, всегда быть открытым, таким же, как в тот самый момент, когда я его встретила в первый раз, чтобы ничего не менялось, чтобы чувства были всегда очень страстные. В принципе, хочется найти того же, что хочется найти каждая женщина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МОБИЛЬНЫЕ БЛОНДИНКИ Маша Пришла сегодня на конвейер любви для того, чтобы найти свою любовь. Все-таки я поняла, что мужчина должен быть совершенно в противоположной профессии. Вот тогда нам всегда будет о чем поговорить. Он может что-то узнавать новое от меня, я могу что-то новое узнавать от него. Да, я хочу найти мужчину из другого мира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, что здесь я найду человека интересного, который сможет нормально, адекватно относиться к тому, чем я занимаюсь. Я не знаю, я не ставлю задачи, там, это будет мой муж или это будет, там, не знаю, просто друг. Если мне интересно будет с этим человеком именно в общении, я тогда буду дальше рассматривать уже, ну, как пойдет. Я же говорю, я не знаю, что будет завтра, я не знаю, что будет через пять минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я пришла на эту программу для того, чтобы найти друга-ботаника, потому что я увлекаюсь науками, мне очень интересно, я любознательный человек, и, соответственно, ищу такого же друга. И певица Иха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я на конвейер любви пришла для того, чтобы найти человека, который заглянул бы внутрь меня и оценил бы меня как девушку, как девушку, пойми, Инна, а не как певица. Я не знаю, как можно вытерпеть одиночество и молчание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждая из них надеется сегодня встретить свою любовь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Скоро конвейер начнет движение, и девушки увидят молодых людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будет быть, ты нам что-нибудь спляшешь? Я не танцую и не пою, я приготовил мне что-то к танцевальному номеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, у вас нижнее белье случайно не зеленого цвета? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня на конвейер любви снова пришли красивые, успешные, но одинокие девушки. Это мобильные блондинки Юлия, Тоня и Маша. И певицы Ика и Бьянка. Но им еще сложнее найти свою вторую половинку, так как их популярность и сценический образ многих отпугивает, а сами они порой не верят в искренность мужского интереса. Но певицы, как и все, мечтают о настоящей любви. Сейчас перед ними появится первый претендент на их внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, меня зовут Александр, я организатор мероприятий. В принципе, практически все мероприятия, которые проходят в Москве, чаще всего выставки, презентации, показы, организую я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень приятно познакомиться. И все, и больше ничего, больше никаких. Вы какой-нибудь номер, может быть, стишок, песенку, рассказ. Может быть, ты нам что-нибудь спляшешь? Я не танцую, не пою, я организую мероприятия. Я могу вам организовать. Организуйте нам что-нибудь, конечно. Я не танцую, я могу вам свадьбу организовать. Можем наше свидание организовать. Организуйте нам сейчас какое-нибудь мероприятие. Ну, может, анекдот какой-нибудь вспомнить, смешной, не пошлый. Можем здесь организовать либо танцы какие-нибудь. Какие-нибудь. Ну, вот вы организатор, вы же не приходите к заказчику и говорите, вот, я могу какие-нибудь танцы организовать. Вы приходите там с определенным каким-то планом, наверное. А вы именно как организатор или как конферанте, который ведет мероприятия? Организатор. Ну, я приду, вы скажете, у меня показ ювелирки. Я вам придумаю, где это провести, как это провести. Все рассчитаю, подберу вам моделей, актеров, все, что нужно. Знаете, Александр, когда у меня будет свадьба, я обязательно к вам обращусь. Но она будет не с вами. Давайте, начинай. Ну, что-то, не знаю, был хороший человек, ну, что-то мне почему-то как-то... Не могу себя понять, что именно. Удачи вам в мероприятиях. До свидания. До свидания, всего доброго. Если, ну, он должен был или как-то себя, ну, как бы оправдать, да, в своей работе серии, там, уверенной и не серии, ну, я как бы тут, как бы... Девочки, неужели вы не хотите, чтобы нам организовали концерт? Машенька, у нас что, некому организовать концерт? Есть, есть. Ну, вот и все. Ну, все. Давайте следующего показывать. Девочки, модник, модник. Меня зовут Денис. Я приготовил вам небольшой такой танцевальный номер. Хотелось бы показать его. Покажите. Давайте, с удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, молодец. Девочки, молодец. Девочки, молодец. Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, молодец. Профессия. Профессия. А где вы танцуете? Отдышитесь, отдышитесь. Мы пока с подружками пообщаемся. Давайте послушаем. Знаете, пока вы танцевали, вы меня ранее много извините. Мне жутко стыдно и неудобно. Но у вас нижнее белье, случайно, не зеленого цвета? А да. Юля. Не, ну это так прям... Юля просто очень любит большой нижний белье зеленого цвета. И не может, не просто ее братьевали и случайно промелькнули. Ну извините, очень симпатична, правда. Вы меня извините, Денис, но я просто не люблю вот эту вот такую рэп-культуру, поэтому для меня нет. Я считаю, что хорошему танцору должно что-то мешать. Я ничего не могу с собой поделать. Простите. Спасибо, Денис, вам большое. Спасибо за приготовление танец. Спасибо, нам очень понравилось. Правда. Всего вам доброго. Ну мне жалко. Только два человека прошло, их тридцать будет. Следующий. И что, нам надо что-то показывать? Милая, очень интересно. Такой большой. Здравствуйте, милые дамы. В двух словах о себе. Зовут меня Вячеслав, мне 26 лет. Зарабатываю на жизни я тем, что занимаюсь своим хобби, то есть персонально тренирую. Инструктор по фитнесу и... Танцую в стрип-клубе. Так и подумала. Но предложить я вам хочу не это. То есть у меня имеется третий разряд по парашютному виду спорта. Вот. Я бы с удовольствием разделил этот полет в небе. Одному уже мне наскучило, то есть летать там. Ну и я уверен, что каждая из вас хотела бы, если она этого не пробовала, хоть раз в жизни попробовать, почувствовать себя птичкой в синем небе. Ясно. То есть почувствовать всю свободу полета. Слава, а слабо у нас взять пятером? Нет, конечно. Синхронный полет у нас будет, да? На самом деле синхронный полет, это очень здорово, да. И это было бы совсем неплохо. Я режиссер, эротический пожар. Но вас лёгкая эротика или прям ух-ух марка? Мы пионеры, дети, рабочих. Может быть, это будущий президент страны? Никто из девушек ещё не сделал свой выбор. Им не понравился ни организатор праздников Александр, ни танцор Денис. А вот на предложение Вячеслава о совместном прыжке с парашютом они отреагировали совершенно неожиданно. Красавицы предложили молодому человеку взять с собой в небо всех пятерых. Неужели все девушки скажут Вячеславу привет? Папа, а слабо нас взять пятером? Нет, конечно. Синхронный полет, да? На самом деле синхронный полет, это очень здорово, да. И это было бы совсем неплохо. Если ты фитнес-тример, покажи нам вот всякие вот эти вот... Нет, это будет пинтер. Очевидный вопрос, да, мы очевидный ответ. Я вам с удовольствием покажу всё, что вы захотите, но при одном условии только после ужина в ресторане. А, ну что ты? Я, конечно, бы с удовольствием прыгнула с парашютом, но меня смущает одно но. Я не люблю мужчин, так и скулы. Пока. Взаимно. Ты очень милый. К сожалению, я тоже негативно отношусь к такого рода профессии. Я хорошо отношусь к этого рода профессии, но... Хороший мужик. Нет, ты не любишь парашют. Вы знаете, мне просто жалко, но у вас 30... Окей, я сделаю вот так, но прости, если я поменяю мнение, хорошо? Не вопрос. Леп. А чего вы в гардеробе не разделись? А, вот так вышло. Здравствуйте. Добрый вечер, какие вы прекрасные. Меня зовут Юлиус. Как? О май гад. Что? Вот это имя. Я могу о себе рассказать. А вы, а да, откуда с таким именем? А, откуда? Ну, получается, метис. Венгер. Матис. Элегантный. А вы вышли в плаще, мы тут... Так, элегантный плащ. В пальто, точнее, да? Нет, девушки, в вечерних платьях сидим. Это вообще неприлично. Вы бы еще в шапки пришли. Пока! Аккуратненько. Берегите себя. Спасибо большое. Тебе так же. Что, дальше тогда поедем? Приветствую вас, девушки. Меня зовут Сергей. Здравствуйте. И я, я гопник. Гопник? Гопник? Ты сейчас, знаешь, как будто пришел на... Я пошутил. Не, я режиссер эротического жанра. Эротического жанра? Да. В нашей стране? Девочки, нам нужна работа. Нет, это марш. Это тебе нужно. Я сютю. А это легальная какая-то продукция, я надеюсь? Ну, да. Документальные фильмы о любви. Что тут непонятно? Между мужчиной и женщиной. Да, любовь, страсть, секс, все это присутствует в наших фильмах. Ну, это понятно. Ищем сейчас конкретно вот под главную роль актрису. Натураль. Натурально рыжего. Но у вас легкая эротика или прям уф-уф Марта? Ну, смотря какой заказ. Сейчас заказ на страстный фильм про любовь в основном, да. Скажите, а как вы к такому пришли? Как вы к такому пришли? Это призвание по жизни с детства мечтал? Ну, я увидел, да, вот эти фильмы еще где-то... В подростковом возрасте. Лет в 10, да, на кассетах. И вот... Он режиссер-постановщик. Умеется так. А вот меня тогда в связи с этим тоже вопрос. А вот если ты это видишь на работе, в личной жизни, это нет шагов? Это имеется в виду в сторону гинекологов и так далее? Ну, типа того, да. Не-не-не, у нас нету такого откровенного, что вы подумали. Профессионально. Нет, у нас такого фишки. Но все в рамках, да? Все прикрыто. Да, такое откровенное. И сюжет какой-то есть, да? Все, сюжет, да, сценарий. А ты только ставишь или сюжет ты тоже придумываешь? Или ты только ставишь их? Нет, я еще пишу сценарий на эту тему, да. Ну, давайте голосуем. Очень, конечно, интересно это все делать. Но как-то домой тоже. Кашля, пока! Мужчина, который каждый друг у него в фон. В присутствии чувства юмора, вот просто говорю, чуть-чуть он как-то может быть неуверенность, а что-то может у меня и пришло. Ника, ну это ты выяснишь с ним уже после. Можешь подойти к нему и задать ему еще 15 вопросов. Наш лучший, вдруг он волновался на сцене. Ой, какой пионерчик! Мы пионеры, дети рабочих. А сколько вам лет? Мне 27. А меня больше другой вопрос интересует. Какой у вас рост? 160. В армию взяли. А можно я вот, у меня, извините, можно, да, я это сделаю? Да, конечно. Юлька! Твой размерчик, Юлька. Смотрите, большой плюс. Сами знаете, что мужчины небольшого роста, они добиваются большущих успехов, да, в политике. Так что, может быть, это будущий президент страны. Второй митра Анатольщина хочет быть. И попрощаемся. И попрощаемся. Спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо огромное. Всего доброго. Пока-пока. Счастливо. Я выбрал дегазрианство. Я ем мясо, как мужик. Я его боюсь. Смотрите, вот как он смотрит. Зловеще. Ну, так было задумано. Звездной невестой, как им и положено, очень разборчиво в выборе женихов. Пока только фитнес-тренера Вячеслав приглянулся Ике. И то с оговоркой, что она готова поменять его в любой момент. Остальные молодые люди не сумели тронуть сердца девушек. Тоня, Бьянка, Юля и Маша пока одиноки. Привет, девчонки. Я Слава. Я, как бы, имею много очень хороших качеств. Но одно я хочу рассказать сегодня. Я выбрал дегазрианство. Я думала, у вас абитаминоз весенний. Мачки, на самом деле, оказался салат. Вячеслав, а почему вы выбрали вегетарианство? Какие причины? Причины, как бы, во-первых, гуманность к живой природе. Я, как бы, очень люблю наших братьев-меньших. А, во-вторых, это же здоровая пища, как бы. Вот представьте, видите, салатик. Вот. И вот то же самое у меня, как бы, внутри. Кто хочет попробовать? Такой же свежий, я такой же натуральный. И, как бы, не приобретаю. Молодой и свежий. Да. Причин. Нет, просто вегетарианцы, они по-разному оценивают, ну, как бы, да, свой выбор. Я тоже не очень люблю мясо, хотя не фанатею. И очень важно понять, почему именно вы не едите. Я вот не услышала, что-то... Я же вам сказал, гуманность... Гуманность к животным? Ну, окей. Хорошо, понимаете. Ну, салатик еще и... Слава, а вы знаете какой-нибудь детский стишок? Вы читаете его на салате? Так разглядывайте. Он задумался, разговаривал. Юль, вот ты скажи, от его стиха зависит твое решение. Да, да. Я люблю творческих людей. Вспоминать? Да. Честно скажу, я просто сейчас немножко растерял. Ну все, давайте не будем мальчика мучить, давайте выберем его или не выберем. Слава, знаете, вы очень симпатичный. Вот вы мне нравитесь чисто внешне, но вот без мяса моя жизнь... Нет. Ну, на самом деле, было бы мило, если бы ты пришел с букетиком цветов, а ты пришел с салатом. Ну, сюда не будет букетик цветов. Во-первых, ты пришел с салатом, а во-вторых, я очень люблю мясо. Я мясо как мужик. Ну, из-за того, что ты меня не смог рассказать тихо, поэтому как-то вот... Я больше, что мне может быть скучно с тобой, поэтому... Хотя парень-то действительно... Мне со мной скучно точно не будет. Может, я сейчас растерян, но я думаю, все можно наверстать. Так вот же, Слава, зачем что-то наверстать? Хорошо. Коля, ты не будешь объяснять, почему это? Нет. Я бы научила. Без слов. Сразу вопрос, почему вы такой серьезный? Это граф Дракула, по-моему, из Пенсильвании. Нет, здравствуйте, девушки. Меня зовут Ставрос. Очень приятно. Ставрос. Девочки, на самом деле, я его боюсь. Смотрите, вот как он смотрит. Зловеще. Мне кажется, он может порчу, ну, пустить. Нет. Расскажите про себя и о себе. Я грек по национальности. Родился в солнечном городе Афины. Живу в Москве недавно. Работаю здесь. А кем работаете? Руководитель подразделения банкетного. А если вы жили в Греции, расскажите о себе на греческом языке. Калимэра. Калимэля. Гоми Лена Ставрос. Топоракаво. Инфру. Пожалуйста, не рассказывайте больше, потому что, мне кажется, чем дольше вы говорите, тем больше шансов, что вы сейчас потеряете сознание. Сознание? Да, нет. В общем, жизнь выходит из вас с каждым словом. Я. Вы очень хорошая, но я, наверное, строго, или, может быть, как... Ну вот... Я вижу, что у вас глаза красивые, но я вас боюсь. Я вас боюсь. Я вас боюсь. Я вас боюсь. Спасибо вам большое, Ставрос. Приятно было пообщаться. Нам тоже. Очень милый, очень серьезный. Да. Мне кажется, он интересный, но он страшный, да. Но какая-то, знаете, негативная, но мне сказать... Нет, нет, он стесняется, просто человек закрытый. Что он страшный? А что ты да не сказала ему? О-о-о-о! Домохозяйка! Можно знать, что же вышли вы к нам голой-то? Ну, так было задумано. Домохозяин-то вы, да? А он отчаянная домохозяйка. Мне нужен хозяин дома, а не домохозяин. Извините. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Пока-пока! Счастливо. Следующий. А что для вас важно в мужчине? Ну, даже не знаю. Знаешь, это анекдоты про блондинок? Я хотел рассказать, но вы начали задавать мне вопросы. Звездный конвейер продолжает свою бесперебойную работу, доставляя все новых и новых мужчин. Из многих претендентов только Тоня смогла выбрать себе молодого человека. Улыбчивый слава покорил ее тем, что вместо традиционного букета принес пучок свежего салата. Остальные девушки пока еще не нашли себе пару. Кто придется по вкусу привередливым невестам? По-моему, Бьянка очень такая возбудилась. Нет, я не возбудилась, я просто говорю, что «И-ха!» Ну, такой видный парниша. Привет, привет. Я профессиональный бодибилдер, выступающий. Да ладно, совсем не видно. Ну, я вдруг не заметили. Можете нам показать какие-то фигуры, какие вот, как нужно? В принципе, да. Давайте подержим. Не видно, не видно, не видно. Молодец. Прекрасно. А лет сколько? 28. Хочу спросить у мужчины, у которого все-таки жизнь основана на каких-то внешних, да, вещах, которые, как мне кажется, не должны быть свойственным мужчинам, что для вас важно в мужчине? Ну, я думаю, прежде всего, это такие понятия, как честь, допустим, потому что там уже внешне-невнешне, если у человека нет хотя бы этого, то уже дальше, я думаю, что бесполезно говорить. Спасибо, принимается. А скажите, пожалуйста, у вас по всему телу татуировки? Дальше местами. Да, но мне не нужно показывать, спасибо. Я не собирался, сейчас. А какую музыку ты слышишь? Ну, вот, собственно, что вот сейчас звучало. То есть ракешник? Ну, альтернатива. Какие-то R&B опять же композиции. Честно говоря, вот... Это так подмазался к Бианке, да? Нет, это... Очень рад был увидеть тебя сейчас здесь, потому что действительно вот моя любимая отечественная дива, правда. Ой, спасибо. Бери, бери, бери. Скажи, пожалуйста, а вот, насколько мне известно, спортсмены, они, ну, как бы, вот, думают только о себе. О спорте, ну, и говорят, что, типа, интеллектуально не особо развитые. Меня просто интересует, знаешь ли ты анекдоты про блондинок? Вспомнить сейчас про блондинок не вспомнить, а могу сказать другое, что не получаю в шанс. Смысл нет уже, Бианка тебя выбрала. Я что, анекдоты про блондинку пара? Ну, давайте... Мужика Бианке. Ну, анекдоты давай дослушаем, если знаем. Анекдоты не было про блондинок не помню, правда. Ну, я тебя не буду парить, я думаю, уже выбор сделан, поэтому... Все, да, мы наступаем. Давайте, хороший мужик. Поддержим Бианку. Да, Бианке отдаем. Все, ты нам теперь тоже не стоит описать. Мне на самом деле очень понравилось, что ты слушаешь музыку, я люблю и рок, и р-н-би. И вообще ты очень хорошо выглядишь, и видно, что ты, что в тебе что-то есть. Спасибо. Пожалуйста. В нем очень много чего есть. Здравствуйте, меня зовут Владислав, мне 26 лет. Работаю официантом в ресторане на Тверской. А какая у вас кухня на Тверской? Европейская. А чем увлекаешься? Разностороннее увлечение. В частности, люблю путешествовать. Что ты своей избраннице можешь предложить вообще по жизни? Ну, я имею в виду больше, ну, что-то такое. Духовное, да. Духовное? Ну, я даже не знаю. Сам готовить имеешь? Конечно. Довольно-таки вкусно. Это хорошее. А как качество? Какое коронное блюдо? Это секрет. Это так. Ну, как это секрет? Смотри, какой загадочный. Когда ты действительно умеешь готовить, и у тебя есть это блюдо, ты, мне кажется, должен этим гордиться и сразу говорить. Я готовлю там, я не знаю, лазанью там. А мне нравится Влад, потому что он очень худенький. А мне нравится то, что он худенький, но не нравится то, что он очень секретный. Согласна с Тони, потому что мне сказали, что если человек умеет готовить, она обязательно это скажет, это будет его большой плюс. Только сытка. Секретики нет для нас. Машка, это по твою душу. Нет, нет, девочки, это другой мячик. Нет, нет. А я угадаю волейбол. Совершенно верно. Плежный. Ой, классный. Юлька, значит, по твою душу. Меня зовут Александр. Я достаточно молодой, без спективы молодой человек. Ну, мне кажется, среди всех вы самый старший. По крайней мере, то, что выбрали наши подруги, вы, наверное, среди них самый старший. Поэтому, насколько вы молодой? 23. Ого. А почему вы так взрослые выглядите? Природа так. Жизнь тяжелая. Нет, жизнь тяжелая. Суровая работа. А чем вы занимаетесь? В данный момент я аудитор. Ой, ой, это все так для меня сложно. А для чего вы с мечом пришли? Да, да, да. Я хотел рассказать, но вы начали задавать вопросы. Да, 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 рассказывайте. Помимо работы я люблю активный отдых. Спортивный отдых. Летом это пляжный волейбол, зимой это беговые лыжи. Надо было в лыжах прийти. Ну, с лыжами сложнее. Извините, пожалуйста, Александр. Успехов. Спасибо. И вам тоже. И удачи. И в аудите, и в спорте. Спасибо. Вы представляете, какая у него была тяжелая жизнь, что он так потрепался за 23 года? Вот, я в свои 47-я не поверю, чтобы ему было 23 года. Ну, так ты у нас вообще вечная. Тебе 47? Да. Зубы – это все, что у меня осталось. Своё, да? Никого. О! Берём! Человек-невидимка! Вот же, вот же он, наконец-таки! Мне никто никогда не кидал сушку. И всё, как младенец, я. И что собираешься делать по жизни? Сейчас работаю как инструктор новой жизни. В эфире звёздный спецвыпуск «Конвейера любви». Мы ищем молодых людей для мобильных блондинок, понимающего жениха для певицы Ики и доброго рыцаря для королевы русского народного R&B Бьянки. Девушки не спешат с выбором, хотя мимо них на конвейере проехало уже более 20 достойных молодых людей. Бьянка наконец-то сказала привет бодибилдеру Кириллу. Ика и Тоня верны своим избранникам, а Маша и Юля всё ещё одиноким. Как нельзя кстати была доставка конвейером человека-невидимки. Кого? О! Берём! Человек-невидимка! Вот же, вот же он, наконец-таки! Ой! Ой! Так. Боже! Кто вы? Прелестное создание? Я Пьеро, я ищу свою мальвину. Это намёк на то, что у меня синие волосы. О! Сушка подкармливает нас. Ловлю. Это очень мило. Мне никто никогда не кидал сушку. Пьеро, а ты со своей мальвиной что собираешься делать? По жизни. Заниматься искусством. Тоня у нас мальвина. Всё, вы посмотрите на Тони на глаза вообще. Не, просто надо начать на эти маргинальные типы работать. А может у нас хоть Тони маргинальный человек. Я ничего не могу с собой поделать. На самом деле это очень, очень необычно. Заменяю. Прики, маргиналы, это моё. Так что, Тоня, извините, пожалуйста. Тоня, то есть вот молодой человек с салатом теперь свободен? Да. А можно мне его? Ну, туда, на мою стоить? Да, конечно. На, осталась я несватанная. Вы настоящие подружки. Ну здорово. Видите, видите, как мы даже... Я просто стоял, улыбался. Я думаю, он так приятно улыбается. Пусть у меня постоит. Чё? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Это опять моя тема. Вы интеллектуал. Веб-дизайнер? Нет. Вы хипстер? Ха, ну, кстати, некоторые так обзываются. Нет. Или випстер? Или вебстер? Или кто? Вы меня заинтриговали. Вы кто? Кинокритик. Сколько вам лет? Двадцать четыре. Ты ещё как младенец, свежий. А что ты закончил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я закончил гул. Ваш выбор? Нет, вы классный, конечно, но все-таки мне не нравится. Пока. Нет, почему? Давай я тебя возьму. Мне вот такой типаж, как ты, очень нравится. Добро пожаловать. Ура, ну все с женихами. Все места на звёздном пьедестале конвейера любви заняты. Но игра ещё не окончена. Конвейер продолжает движение. А это значит, что красавица вправе менять мужчин на самых лучших. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здрасте. Здрасте, здрасте. Вы очень красивый молодой человек. Спасибо большое. Вы тоже. Откуда вы родом? Я серб, в Сербии прилетел. Ой, серб это очень сексуально. В Сербии я работал как профессор, педагогика и спорт. Работал в интернате для детей, без поточения родителей. И тут сейчас работаю как инструктор новой жизни, новая мечта, новый город. Я хочу для вас танцевать. Просто. Мы очень хотим посмотреть на это. Ой, я не могу слышать. Что-то хорошее, да? Я не люблю меня. Девочки, я стесняюсь. Я тоже. Наши тоже за с ней снялись. А может быть, можно остановить? Мы уже поняли. Нет, вы очень хорошо танцуйте, но я честно буду, я вот очень стесняюсь, я не люблю мужчин, стриптизеров. Мне кажется, что как-то... Нет, я не стриптизер. Я поняла, но все равно как-то, мне кажется, эта вещь такая вот интимная, поэтому для меня это слишком вот прям too much. Окей. Хоть я и думала, что я, может быть, Вячеслава заменю, но все-таки женщина должна быть тоже с твердым характером. Удачи. До свидания. Подождите, подождите, подождите. Ну, вижу, он сам хочет сбежать. Мы еще не проголосовали. Ну, ты голосуешь или нет? Или мне нужно говорить? Я думаю, голосуй ты, Тоня. Блин, я не знаю, девчонки, но мне нравится. Тоня, бери. А может, мы на двоих его одного возьмем? Нет, я все, я не... Точно? Ты уверена? Да. Ну. Я не понимаю. Что тебе все, маргиналы да маргиналы. Возьми мужика. Я не знаю, что у нее делать. Ну, Тоня, ну, нет, ну, если тебе нравится, ну... Тоня, ну, мне оба нравятся. Тоня, смотри, вообще, жизни в глазах, смело в лицо. Бери мужика хорошего. Бери. Тоня, я уже беру. Берет, я уладенную. Вы вставайте. Вы вставайте, да. Перо у нас, конечно, тоже хорошее. Ну, у Тони из крайности в крайность. Здесь вот грустный человек, а здесь вот секси-пекси. Шмекси-пекси. Секси-пекси. Простой. Конвейер остановился. Итак, на свидание отправляются. Бьянка и Кирилл. Ика и Вячеслав. Юля и Олеж. Тоня и Млада. Маша и Слава. Не дам упасть тебе. Да, но это хорошо. Я вообще читаю рэп, хит-хоп. Да, может быть, ты что-нибудь засчитаешь. Так живу. Привет. Привет. Какая ты красивая сегодня. Спасибо, как мило. Пойдем на катке покатаемся? Пойдем. Какая погода как раз летная. Да, я, кстати, с детства не каталась на открытых катках. Ты хорошо катаешься? Я думаю, тебе не дам упасть тебе. Да, но ты хорошо. Подставишь мужское плечо? Да. Ну, я здорово провела время. Покаталась на коньках, на открытой площадке, здесь, на Патриарших. Снежок. Супер. Давно не проводила так хорошее время. Так, так, так. Ну что, вон там, поехали. Ну, рассказывай, кем ты работаешь? Я работаю управляющим по продажам всякой компьютерной техники и компьютерных услуг. А ты разбираешься сам в компьютере? Да, конечно, я отучился как раз по этой специальности. Да, то есть ты айтишник? Да, я айтишник. Ты как-то не похож на айтишника. У айтишника, по идее, должны быть там очки. Нет? Ну, я особенный. Я особенный. Вячеслав очень приятный молодой человек. У него очаровательная улыбка. Ну, он веселый, симпатичный. Просто ошеломительная девушка, вообще классная. Мне очень приятно было с ней пообщаться. Она интересная, как бы с ней есть о чем поговорить. Ну, теперь рассказывай, почему ты ничего у меня не спрашиваешь? Ты все про меня знаешь? Ты же меня забомбила вопросами просто. Забомбила? Да, теперь моя очередь. Я так люблю поговорить. Да? Ну, давай, рассказывай про себя. Про лед я понял, что ты боишься, что сейчас мы провалимся куда-нибудь. Я как-то уже привыкла, ты знаешь? Привыкла? Мне все, что-то не страшно. Надеюсь, со мной, да, не страшно? Да, да, я чувствую, что мужское плечо рядом уже не так сильно. То есть мягче падать? Ну, все-таки он, наверное, не соответствует идеалу моего мужчины, потому что мой мужчина должен быть сажен, косая в плечах, чтобы такое, знаете, можно было за него спрятаться. Ну, я думаю, не возвращаюсь я на конвейер любви. Вот, я убираю ее. Не екнуло сердечко. Нет. Я все-таки возвращаюсь на конвейер любви. Давай, давай. Окей. Петик. Заходи. Семья, красавчик. Спасибо. Спасибо большое, очень приятно. О, заходи. Располагайся, чувствую себя как дома. На первое свидание я пригласила Кирилла в студию, чтобы он посмотрел, чем я живу, потому что это действительно мой второй дом. Я здесь провожу даже больше времени, чем у себя в квартире. Мне понравилось, что он пришел с цветочками, мне понравилось, что он красиво одет, что у него хорошо пахнет. Писаживайся. Здесь ты, говоришь, привет. Да, тебе очень приятно. Вот, собственно, вот здесь я записываю, записывала всегда, на самом деле, можно сказать, практически с первой песни, да, со своей? Ну да. Так вот, все тут и происходит. Я могу даже тебе поставить несколько отрывков из своего третьего альбома, если тебе интересно. Да, мне очень интересно. Я вообще читаю рэп, хип-хоп. Раньше я занималась в основном исключительно R&B, то есть я пела. То есть ты сама теперь еще читаешь? Да, теперь я сама читаю, я тебе обязательно поставлю трек, как я читаю. Да, может быть, чем ты читаешь, так живу. Я думаю, это интереснее будет. Сделаем Панаму из газеты, оденем плавки узкие, пусть теперь узнают все, как отдыхают русские. Пусть вьетнамки не от Прадо и очки из пластика. Все, кто видел, как мы тусим, говорят, фантастика. Я сыграю на гармошке и спою ла-лы-лы-лы. Вот и сбылись этим летом все, все мои мечты. Ну, немножко неожиданно, да, то есть я не слышал, как в таком плане. Но у нее отлично получается, потому что у нее хорошие данные, это самое главное. Ей это нравится. Какие у тебя увлечения? И ты киноман? Или что-то тебе нравится? Ну, собственно, основное мое увлечение – это сплот, если я, в принципе, могла заметить уже до этого. Да, я не заметил, ладно тебе, вот. Ну, вот и, собственно, увлечение с татуировками еще присутствует, я тебе уже заметил. А кто-то по-другому делал? Давай, я весы. Я весы очень добрые, очень ранимые какие-то, очень справедливые, но очень гордые. Ну, да, в целом есть такие. Я считаю, что он очень милый молодой человек, он разносторонний, и мне понравился его знак «Жидиакова». Действительно, очень хороший сам, потому что я просто человек, симпатичный парень. Что я могу сказать, что да, он мне, конечно, понравился. Предлагаете послушать песню о любви в моем исполнении? Да, рэп, кстати. Пойдем поближе подойдем? Послушаем. Может, потанцевать? Она такая... Она такая... Она мне очень понравилась, очень интересная девушка, веселая, не говорю о том, что очень красивая и с чудесным голосом просто. Я шла на конвейер для того, чтобы найти либо спутника жизни, либо друга, на которого можно положиться, который будет добер, бобер и прекрасен. И я могу сказать, что в лице Кирилла я нашла такого человека. Я не возвращаюсь на конвейер. Ты знаешь, для меня упасть – это вообще расплюнуть с танцей. Люблю стрим, слоуборд туда же. Нет, нельзя спускаться по половине. Нельзя? Да. Нет, и оттуда для меня это очень... Нет, это страшно вообще. Ты что, это страшно? Со мной не упадешь ни разу. Ты знаешь, для меня упасть – это вообще расплюнуть. Пойдем? Давай. А есть еще какой-нибудь выбор горок? Нет. Ну, там же вот мельче. Не такая... Не, не расслабься, это нормально, идем вместе. Окей. Это будет интересно, давай. Мне понравилась Тоня, потому что она, в самом деле, очень хорошая девушка, да? Умеет сослушать человека, да? Мне сначала понравился этот, и она умеет говорить со мной со похожим уровнем. Отсюда, да, внизу. Мне так страшно, что... Ну, ничего страшного, конечно. Лично я вообще попаду на второй план. Нет, я так не знаю. Нет, не надо. Давай, ну, милый пешком. Подожди. Подожди пешком. Ты что, нет, я так совсем буду бояться. А, мамочки. Понравился младен? Этот джентльмен, он помогал мне застегивать ботинки, постоянно держал меня за руку. Мне так приятно было, что он решил меня просто взять на руки и покатать таким образом. Потрясающе. Мне очень понравилось. Класс. Ну, вообще, конечно, потрясающе. Вот этот стиль мне... Как этот стиль называется, которым мы катались? У него есть какой-нибудь название? Новый. Новый стиль. Love style. Мобильный. Мобильный стайл. Я на конверт любви больше не иду, потому что я уже нашел девушку на конверт любви, а мы будем продавать наши отношения. Младен соответствует вообще всем моим пунктам и требованиям, так что я думаю, что мы продолжим общение. Ой, привет. Подходи сюда. Привет. Ты специально оделся так, да? Я, смотрю, удачно попал. Ты готовился, что ли? Ты знал, что я сезон была на докторе или что? Мотосезон открыт, на самом деле я приехал на байке, ну а тут... Круто. Я решила пригласить Славу на фотосессию к себе, потому что подумала, что это более интересно, чем какие-то встречи в кафе. Получается, что... Получается, что я за активный образ жизни. Да, фитнес, парашютный спорт, танцы и... Люблю экстрим, сноуборд, туда же. Я просто очень боюсь всех видов практически деятельности, которыми ты занимаешься, но и тем более интересно, как бы, узнавать что-то для себя, потому что никогда не нужно зарекаться. Я вот сейчас понимаю просто, что пока я не готова прыгнуть с парашютом, но я приду к тому, что я к тебе приду. Ика. Чудесная девушка. Рад, что она согласилась все-таки попробовать прыгнуть со мной с парашютом. Это еще один повод встретиться с ней. То есть я счастлив. Я хотела узнать, а как ты относишься к браку? Ты как бы собираешься, какие у тебя цели? Вот, допустим, ты, Ика, смотри, встретила, скажем, меня, тренера по фитнесу. И встретила тебя, да. Ты в шоу-бизнесе имеешь много общения с различными типами людей, то есть так же, как и я. Так вот, обычные девушки, которые не крутятся в шоу-бизнесе, они немножко не понимают, что это всего лишь профессия, работа. То есть ты подводишь к тому, что у артистки есть шанс именно построить отношения с тренером? С тренером. Она красивая девушка, я бы с удовольствием разделил свое семейное счастье с ней. На данный момент пока Славе я говорю да, даю добро. У нас все получится, я уверен. Итак, неплохой результат. Янка и Кирилл готовы дружить и общаться. Последние отношения, они на самом деле, к сожалению, не оставили после себя ничего особого хорошего. Вячеслав как мог убедил Ику в том, что ей нужен именно он. Окей, я сделаю вот так, но прости, если я поменяю мнение. А Тоня вообще оказалась в полном восторге от нового горнолыжного стиля, который заграничный младен изобрел специально для нее. Рики, маргинал, это мое. Тем временем Маша и Слава пытались уверить друг друга, что неплохо провели время. Олигархи? Ну, тоже остачертили. А вот Юля и Олег посмотрели правде в глаза и на свидание вообще не пошли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова